Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Как и мой коллега, я выражаю вам соболезнования. Вот, и хочу сказать сразу, что депрессию и апатию побаровать не нужно, потому что эти чувства, они важны, они должны быть у человека, эти чувства, они необходимы человеку, вот. И, в общем-то, не побаровать нужно их. То есть, побаровать, побороть, означает, по сути-то, дело что? Загнать глубже, да? Ещё глубже загнать эти чувства. Ещё глубже загнать их. То есть, мне чего-то хочется, да? Да, я чего-то хочу. Я хочу, например, там, ну, допустим, грустить. Да, я хочу грустить. Я хочу, скажем, переживать. А мне, по сути-то, дело что? Мне не дают этого, да, мне не дают переживать. Мне не дают чувствовать эмоции. Я сама себе, как бы, запрещаю это делать. Понимаете? Какая история. Вот. И, подавляя внутрь, эээ, свои негативные эмоции, вы, по факту, по факту, эээ, значит, ну, всего лишь навсего, эээ, просто, эээ, делаете вид, что у вас ничего нет. А, боль, она всё равно остаётся. И никуда не девается. К сожалению. К сожалению. Поэтому, нужно понять, в первую очередь, эээ, что стоит за вашей болью. Это, эээ, первое и самое главное. То есть, да, человека вы потеряли, да, эээ, это трагедия, но, как правило, значит, как бы, трагедия произошла, трагедия случилась, да, эээ, нужно жить дальше. Вот. Ну, нужно жить дальше, вы дальше жить не можете, да. То есть, вас, соответственно, что-то удерживает от того, чтобы дальше жить. Вот. И, на мой взгляд, очень важно здесь понять, что же именно, эээ, не даёт вам жить дальше. Что именно, мешает вам жить дальше? Чувство вины, эээ, некая поприятность в человеке, эээ, может быть, эээ, значит, непринятие того факта, что он ушёл, да. То есть, ну, бывает такая история, когда, эээ, человек говорит, вот он, там, такой вот молодой, да, там, полный сил, здоровья, и вот, ну, ушёл, и что теперь вообще делать дальше, да, я не знаю, это так несправедливо, и так далее. Такая бывает история. И здесь, соответственно, важна очень экзистенциальная позиция. То есть, если вы, например, эээ, верите, верите в Бога, то это одна позиция. Такая позиция, например, такая, что человек отжил, отжил, эээ, столько, сколько ему было, эээ, ну, уготовано, предначертано. Вот. И, соответственно, эээ, значит, столько ему нужно было, столько и столько он, эээ, должен был прожить. Вот. То есть, если вы верите в Бога, то эта позиция, она, эээ, для вас, эээ, ну, скажем так, более близка. Только обсуждать эту позицию, наверное, имеет смысл, эээ, со священником, эээ, в большей степени, нежели чем с психологом. Вот. А если, соответственно, вы в Бога не верите, то тогда я рекомендую вам, эээ, думать в том направлении, что, да, эээ, человек, он, по сути дела, эээ, умер, да, и, и, как бы, эээ, вы его, этого человека, ээээ, потеряли. Это очень трагично, это очень, это непередаваемо, но, во-первых, эээ, чего хотел бы для вас этот человек? Эээ, хотел бы он, чтобы вы были в такой апатии, в депрессии и так далее. Хотел бы он, чтобы вы грустили. Эээ, какой вы опыт, урок можете извлечь из того, что с вами произошло? И, и, и можете ли вы это сделать? То есть, можете ли вы извлечь, эээ, какой-то урок? Можете ли вы, эээ, назвать опыт, который вы приобрели, эээ, ну вот, эээ, благодаря этой ситуации? Эээ, помимо этого человека, у вас остались, я уверен, еще и другие люди, которые, эээ, также, скорее всего, эээ, вас нуждаются. И, о которых вы, эээ, ну, на мой взгляд, совершенно непреднамеренно забыли. А эти люди тоже вас очень, 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 очень нуждаются. Вот. Обратите на них, эээ, пожалуйста, свое внимание, иначе, и их вы рискуете потерять. То есть, что это означает, какой вывод можно сделать? Вывод можно сделать такой, что, эээ, человек ценит, пока он рядом с нами. Вот. И мы можем только использовать то время, которое он рядом с нами. И, например, не рассчитывать на то, что он будет с нами всегда. То есть, жить, эээ, жить с ним так, как будто это, конечно, не последний день, но очень, эээ, более ценностно. Вот так вот. Ну, вот. Понимаете? Если у вас, опять же, есть чувство вины, да, если у вас есть чувство вины, то, чувство вины, оно всегда имеет основу. Да? То есть, оно, чувство вины редко, когда, эээ, возникает просто так. И если вы испытываете вину, значит, эээ, скорее всего, вы либо жили с этим человеком, эээ, ну, грубо говоря, не так, как вам, например, хотелось бы, не так, как вы, там, могли бы, эээ, по вашему мнению. Эээ, не так, как вы, эээ, считали правильным, ну, и так далее. Вот. Вопрос, на самом деле, в другом. Могли ли вы жить по-другому? И должны ли вы жить по-другому? Понимаете? Эээ, очень, эээ, хорошее, на мой взгляд, направление мыслей такое, что, да, физически человека больше нет. Но, кто сказал, что он, эээ, ушел совсем? Он есть в вашей памяти, и в вашей памяти он всегда с вами, он будет жив до тех пор, пока вы его помните, пока вы его, ээээ, как бы, ну, пока вы о нем думаете и так далее. И вы, в общем-то, ээээ, на мой взгляд, вполне легко можете обращаться к нему, там, за, эээ, помощью, за, поддержкой и так далее. И, вы знаете, эээ, в этом, в этом смысле, в этом случае, эээ, я бы даже, я не готов, эээ, сказать, что человек, эээ, умер, что человек ушел, потому что, эээ, он жив, пока жива память о нем. Вот. И, думайте о нем, вспомните о нем, сделайте так, как, эээ, ему бы понравилось по отношению к вам. То есть, ну, чего бы он хотел для вас, чтобы, что, по вашему мнению, по его мнению, могло, могло, эээ, сделать бы, эээ, вас счастливой, например, эээ, и так далее. Ну вот. Аээ... об этом думайте. И я полагаю, что вам будет легче. Вам будет легче. Вот, опять же, зависит от ээээ экзистенциальной позиции вашей, да, если, эээ, если у вас все-таки больше ээээ... религиозные взгляды, то тогда лучше обратиться к идее божественности, а если взгляды всё-таки больше, ну, агнестистические или рационалистические, то в этом случае имеет смысл думать вот в этом направлении. То есть, опять же, понимаете, вот сложность вся в том, чтобы понять, какая позиция вам ближе, скажем так, потому что, ну, не очень понятно, исходя из вашего текста, вот. А также очень важно увидеть, почему вы считаете, что у вас депрессия. То есть, ну, кто сказал, что у вас она? То есть, ну да, вы грустите, но сколько времени прошло после смерти человека? Может быть, грустить их надо ещё? Может быть, вы хотите грустить, это нормальное желание для вас? Понимаете? То есть, кто сказал, что прямо сейчас нужно забывать его и идти дальше? Кто сказал, что нужно переставать грустить именно сейчас? Напротив, у каждого человека своё восприятие подобных вещей. Если вы чувствуете, что вам хочется погрустить, погрустите. Я не вижу в этом что-то трагичного, вот. Переживите спокойно такое серьёзное горе, как потерю близкого человека. И потом сможете жить дальше. Я думаю так. Вот. То есть, депрессия – это заболевание, это заболевание довольно сильное. Понимаете? Если вы не можете опустить человека, да, ну просто вот такое бывает, что я не могу опустить человека, как бы. Ну, как бы говорите вы, вот не могу опустить его. Значит, вопрос тогда идёт очень скорее о ваших каких-то желаниях. То есть, вот я что-то получала с этим человеком, я как-то себя чувствовала с этим человеком. В общем, он, этот человек, да, мне что-то давал. Вот. Понимаете? И, да, это звучит, может быть, не так здорово, но тем не менее. Тем не менее. Понимаете? Лучше вот честно признаться себе в том, что человек вам что-то давал, если действительно давал. И постараться понять, а что же он давал вам такого. Да? Что же он вам давал такого, что вы теперь не можете без этого вообще находиться. Что у вас, ну, что у вас депрессия из-за этого. Вот. Я не думаю, что есть незаменимые люди. То есть, люди, конечно, все уникально, это безусловно. Но если вы знаете точно, если вы поймёте точно, что человек вам давал, то, без всякого сомнения, вы сможете добиться этого сами. И я полагаю, что даже ещё лучше. Потому что вы сами-то себе лучше дадите то, что вам нужно чем-то другой. И в итоге будете рады вы и будет рад этот человек. Память о нём. Вот. Понимаете? Такая вот история. Ага. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь, поговорить, поддержать вас, если потребуется. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и живите счастливой жизнью.